В Сочи приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Во всех транспортных узлах, в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах проводится обеззараживание. Меньше стало и пассажиров. Из-за отмены официальных и событийных мероприятий в Сочи приехали на 10 тысяч человек меньше, чем ожидалось. От этого пострадали организации туристической сферы. Сейчас средняя загрузка гостиниц и отелей около 57%, а в марте прошлого года были все 70%. Поэтому важно предусмотреть компенсационные меры для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, отметил Алексей Копайгородский. Мэр также рассказал, что усилен санитарно-эпидемиологический контроль на въезде в Сочи на постах ПСОУ и Магри. Мы были только что сейчас на ПСОУ, границы с Абхазией, посмотрели, что там за обстановка. Авиа, наш вокзал тоже очень серьезно подготовился, ЖД вокзал подготовился. То есть физически мы понимаем, кто въезжает, кто заезжает, кто выезжает. Теперь вопрос другой. Как нам с вами выстроить систему работы с учетом ваших ограничений, какие возможности предусмотреть, чтобы вам определенные ваши затраты компенсировать. Компаниям туристической сферы уже предоставлена отсрочка по уплате налогов. Предварительно налоговые каникулы объявлены до 1 мая, но их могут продлить. Кроме того, временно приостановлены все выездные проверки налоговой службы. Дополнительной мерой может стать отсрочка для индивидуальных предпринимателей на оплату аренды муниципальной собственности. Представители курортной отрасли обозначили также ряд проблем, решение которых возможно на региональном и федеральном уровнях. Например, в случае сохранения угрозы распространения коронавируса средств может не хватить на оплату услуг ЖКХ. Один из вариантов поддержки в таком случае – предоставление субсидий. По итогам совещания в течение нескольких дней будет подготовлен пакет предложений для внесения в региональное и федеральное законодательства. Министр курортов края Светлана Балаева заверила, что все предложения будут внесены в проект плана региональных мер поддержки отрасли. Продолжение следует...